всем привет сегодня поговорим о коронавирусе который захватил сейчас много стран под видеороликом будет оглавление где будут такие вот ясные понятные значит там слова и если вам что-то нужно будет то будете кликать по этой ссылке и попадать на необходимый ролик ну первым делом как говорится следует послушать главу государства ссылка на самом первом месте значит для путина очень четко и толково все это людям объяснено что делать как делать что делать людям что будет делать правительство чтобы помочь людям какие меры будут приняты ну довольно таки детализированный ответ и рекомендации для всех групп населения если значит кого-то будет интересовать состояние на сегодняшний день то у меня будет ссылочка здесь значит вот будут самые разные страны вот в америке сейчас наибольшее количество там всего значит это сколько случаев сколько там выздоровела там сколько-то погибло россию находится у нас по моему даже позади финляндии сейчас посмотрим да вот пока столько много мне значит не было значит зарегистрировано но как говорится лихо беды начала вот территория россии значит а или значит это плохая связь со всемирной службой здравоохранения значит или наша привычка там утаивать а может наоборот действительно ситуация состоит таким образом ну будем надеяться цель а все-таки данного ролика значит объяснить людям что действительно значит существует скажем так определенная значит опасность не зря им значит рекомендует оставаться дома и только работники скажем так тех служб без которых вообще невозможна жизнь там государства и там в городе и так далее эти люди значит остаются на посту а вот еще очень интересную значит теорию происходящего значит выдвинула значит злата носова но для меня это было вообще что то сейчас покажу значит я сейчас пойду сюда у меня ссылочка была для нее так я даже назвал ее теория заговора пусть не обижается человек значит вот перейдем по этой ссылке но дело в том что тут поменены следствия и причины поскольку вот это официальное объявление пандемии является ничем иным как обстоятельства форс-мажорных обстоятельств которые прописаны во всех ваших экономических и финансовых договорах то есть во всех договорах есть обстоятельства форс-мажора форс-мажор входит такие обстоятельства как общественные потрясения военные действия объявления чрезвычайного положения а также эпидемии пандемии на сегодняшний день коронавирус объявлен официально пандемии то есть но дело в том что если брать синтоматику это обычный грипп немножко мутированный причем смертность намного ниже нежели при обычной эпидемии гриппа которая бывает при переходе одного сезона в другом абсолютно с этим согласен смертность при корона вирусе в десятки раз меньше чем при обычных эпидемиях гриппа можете забить в поисковой строке значит сравнение смертности коронавируса и гриппа и посмотрите какие у вас там получится скажем так результаты теперь вот расскажу я вам такую интересную историю значит в восьмидесят седьмом или восемьдесят восьмом в общем в конце восьмидесятых годов мы тогда с мамой и с братом жили в панельной пятиэтажке и входная дверь в подъезд значит там пружина была такая толстая витая и вот эта пружина лопнула и моя мама выходя из подъезда поранила значит себе тыльную сторону руки об эту пружину после чего у нее остался длинный такой рваный багровый шрам сантиметров десять там или двенадцать длиной там ширина была там миллиметра там три или пять и высота там миллиметра два или три довольно таки уродливый багровый шрам как-то вечером там мама смотрела телевизор показывали значит кашпировского ну так она ну посмотрела его скажем так и на утро значит проснула проснулась и значит показывает мне и брату значит там руку от шрама то осталась только едва заметная такая белая ниточка весь рубец грубо говоря рассосался она потом еще долго там всем подругам там на работе говорила о как я про прокашпировалась но на суть до дела значит а тут мне значит недавно знакомый из украины прислала значит ссылочку значит кашпировский и значит вот я его три ролика значит здесь в оглавлении привожу вот кашпировский один-два-три вот так вот ссылочку берете нажимаете там по ссылочке я покачу пока эту ссылочку ссылочки готовлю они будут внизу под роликом и попадаете на ролики значит ну первое значит что от вас это дело скажем так не убудет посмотреть эти ролики весьма очень скажем так полезно затем значит автор вообще-то он очень проверенный значит кашпировский значит уже более 30 лет только лично мне значит известен и я словно сказать о нем не могу плохого и кстати я вчера когда посмотрел его второй ролик вот под номером два у меня частенько там бывали проблемы правая половина носа плохо дышала посмотрел значит его ролик и у меня значит моя правая половинка носа задышала вот я не говорю что там это поможет всем и на сто процентов но как скажем на вариант я вам рекомендую это дело значит посмотреть значит еще тут один вот интересный любопытный энтузиаст оказался вот я вам сейчас его покажу сейчас и как не хочет ну давайте вот так вот тут все по-русски слушать по пять минут три раза в день это не против коронавируса а просто значит этот звук уничтожает вирус автор этого значит ролик со звуком от вирусов андрей дуйко ссылочка на него также вот до нас здесь написано звук значит ну как видите существует очень много там всяких там различных вариантов борьбы значит с вирусом значит ну копался я в сети значит очень рекомендует имбирь или значит там жевать его в течение там трех там четырех часов там если вот вы куда-то там выходите там 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 на работу или ну на улице где будут контакты некоторые рекомендуют привязывать имбирь значит корешок там к руке не знаю куда там может быть к лучезапястному суставу или все что-то а значит я по опыту еще могу сказать две такие простые вещи дешево как говорится просто проверено уже столетиями первое марганцовка значит на многих производствах в бывшем союзе имею ввиду там пищевых производствах так далее значит для обеззараживания рук использовали ванночки с марганцовкой только запомните что цвет марганцовки должен быть слабо или светло розовый если чуть-чуть будет он у вас значит фиолетовый можете пожать пожечь себе руку руки поэтому смотрите всегда внимательно значит когда разбавляете и размешиваете раствор марганцовки цвет должен быть слабо розовый чуть только оттенок фиолетового добавлять еще там воды но добивайтесь именно розового цвета второй натуральный скажем так компонент который легко купить в любой аптеке это таблетки перекиси водорода ну вот читайте согласно инструкции и значит используйте их для обеззараживания рук потому что сейчас везде там с этой эпидемии значит может не быть там достаточно перчаток в аптеках или противовирусных там всяких маск а так вот такие вот простые допустим вещи дальше ну допустим из дома вы идете на работу значит ручки значит взяли себе подержали подезинфицировали их взяли с собой салфеточку какую-нибудь там одноразовую или даже ваш личный носовой платок вот спускайтесь по лестнице не держитесь за поручни за них хватается много людей и контактным способом можете себе чего-нибудь зацепить значит то есть понимаете о чем я говорю старайтесь чтобы даже если вы куда-то и попадаете в общественное место то вот допустим такие вещи как поручни дверные ручки старайтесь их значит руками не трогать вот значит или в перчатках там или через там разовые салфетки но чтобы у вас все это дело было с собой кстати всегда можно носить какого-нибудь там поливеризатор там или спрея бутылочку там грамм на 500 куда можно эту марганцовочку там налить или пергидроль значит и если даже что-то такое случилось мы взяли себе и побрызгали вот потому что все эти вот ручные там санитайзеры и так далее они сейчас могут оказаться начисто выметены с прилавков аптек там и магазинов и так далее из магазинов бытовой химии а так по крайней мере вот вам два скажем так простейших домашних средства которых обычно всегда бывает достаточно и все-таки можно их приобрести по очень дешевой цене практически в любой аптеке и использовать в целях значит личные скажем так защиты и профилактики те же значит марлевые маски можно из марля там и самим пошить если их нет скажем так в аптеке а вам каким по каким-то причинам скажем так не нравится ну или в конце концов сделайте без сделайте себе страшную значит купите страшную шапочку балаглабу с прорезями для класса для рта в таком ключе шарфом можно значит обматывать рот и нос если вы там куда-то идете чего-то там опасаетесь то есть постарайтесь вот на все эти варианты личные защиты по крайней мере значит вот продумывать опять-таки вернулись домой раз ручки значит это самая ванночку там с водичкой или перед этим их можно тщательно мылом помыть там секунд там 15-20 там между пальчиками все это все-все-все потом в ванночку еще хорошую сделать дезинфицирующую это уже будет скажем так какой-то вариант значит ну то есть вот то что вроде бы казалось там сложно но на первый взгляд смотрите сами значит китайцы по моему они там очень больших успехов добились добавляю еще хлорку какими там способами можете там посетить поискать я уж тут точно вам говорить не буду вот ну по крайней мере значит вот на сегодняшний день значит чтобы противодействовать значит вот инфекции вирусной у вас вот есть такие средства в день там пять минут три раза в день ну затратить 15 минут чтобы послушать данный звук затем значит посмотреть один из видео уроков Кашпировского первый урок вообще у него коротенький там девять минут второй по-моему чуть подлиннее там ну подберете себе то что нравится и потом значит там раз в день их тоже можете повторять и смотреть плюс значит вот средства такие значит как марганцовка вот перекись водорода ради бога просто дешево сердито пользуйтесь этими средствами смотрите по сети там что как там происходит всегда можете заскочить вот сюда посмотреть где мы впереди там планеты всей потому что здесь значит на самые последние данные по коронавирусу стекается со всех стран значит ну впереди планеты всей сейчас идет Америка у нее тут очень много чего он сколько всего значит так что на по крайней мере информация у вас по этому делу должна быть а вот информация которую вот предоставила Злата я вам рекомендую очень внимательно этот ролик просмотреть потому что я только вам часть из него пока это показал и во многом я с ней согласен очень скажем так нетрадиционный подход значит вот ко всем этим вещам ну я бы к ее на мнению прислушался человек умный и знает о чем говорит может быть и вы найдете для себя значит что то такое полезное ну а вообще принципы лечения любой инфекции вот это что первое локализовать локализация пожалуйста правительство он сказал и сидите дома старое время значит там в старых русских там деревнях там да и вообще вот даже при тушении пожаров лесных их что делают их локализуют берут прорывая значит длинные борозды широкий траншей чтобы огонь с одного участка не перекинулся на другой иногда ширина таких траншей может быть и очень и очень даже большая но если допустим в размерах огромного пожара в лесу значит просто лучше оградить вырезать скажем так определенный квадрат ограничить его широкими траншеями чтобы пламя не перекинулась на другие участки ну вот в конце концов данный квадрат то выгорит но остальные то останутся так что вот принцип здесь он старинный ограничение локализация вот ну и с другой стороны тоже не будьте там скажем деревянными вот пользуйтесь индивидуальными средствами защиты которые и вы сами можете сделать может кто-то найдет еще там другие простейшие дешевейшие средства там для обеззараживания да ради бога я просто вот этот ролик сделал чтобы вот поделиться с вами значит о Кашпировском я вам уже сказал что у меня это дело проверено как говорится на моей личной маме вот и на мне у меня вот я ролик под номером 2 просмотрел у меня восстановилось носовое дыхание с правой стороны а левая у меня нормальная а вот еще 30 лет назад было 4 телемоста по моему Киев и Тбилиси где операции делались людям без наркоза почему потому что была значит непереносимость к наркозу и вот Кашпировский он сидел в Киеве а пациентка я уж не помню там она была то ли в Тбилиси то ли где общались они только через телемост от Тбилиси до Киева было там порядка там двух тысяч километров операцию значит данные девушки значит сделали вот я могу там сейчас даже вот сейчас по этой ссылочке мы пройдем приступаем к Лесе я с Лесе немножечко другой вариант так вот это было сделано 30 лет назад и и Советский Союз в этом плане значит и Кашпировский пионеры в этой области то есть вот они сделали такое что да и сам Кашпировский правильно говорит такое что и через 500 лет не смогут повторить вот очень поучительные видеоролики когда посмотрите просто ахните значит значит и это было сделано вот телемост Киев-Тбилиси восемьдесят девятый год считайте девяностый двухтысячный десять лет две тысячи десять двадцать тридцать тридцать один год назад вот такие вот вещи значит ссылочки вот четыре части этого телемоста значит я вам даю чтобы вы поняли что Кашпировский его многие там считали там шарлатаном и так далее вот нет он далеко не однозначный не однозначен очень скажем так талантливый человек очень многим помогает помог и будет помогать вот поэтому если кому-то значит вот его эти вот за двухтысячный двадцатый год три ролика значит помогут ради Бога а для значит осознания того что вот этот человек в своей жизни сделал вот можете посмотреть его значит четыре телемоста я думаю что приоритет в этом конечно относится к союзу никто в мире до этого делать не смог вот он даже по моему там одной девушки из Германии которая вообще абсолютно не знала русского языка значит он помог и у нее отросли волосы ну это вообще было чудо вот ну ладно значит я вам желаю всего самого доброго заботитесь о себе о здоровье своих близких следуйте там рекомендации рекомендациям ваших там врачей санитарных властей значит администрации старайтесь их соблюдать но тем не менее вот такие вот простейшие средства значит я вам могу порекомендовать ну ладно всего доброго и до новых встреч до встречи